Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим меню на целый день. Это будет завтрак, обед и ужин. На завтрак приготовим ленивое хачапури. На обед ароматный суп с грибами и фаршем и очень вкусную большую ватрушку. А на ужин приготовим курицу с капустой, запеченную в рукаве. Все блюда вкусные и готовятся из доступных продуктов. Первым приготовим ленивый вариант хачапури без теста. Готовится оно очень просто и станет отличным завтраком для всей семьи. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Сыр можно брать любой, который вам нравится. Главное, чтобы это был сыр, а не сырный продукт, который может не расплавиться. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. Укроп желательно добавить, так как он придает особый вкус и аромат. В миску разбиваем 2 яйца и солим по вкусу. Яйца немного взбиваем миксером или венчиком. Ко взбитым яйцам добавляем 200 грамм сметаны любой жирности. Опять все перемешиваем. Сюда же добавляем 2 столовые ложки муки с большой горкой. По весу это примерно 70 грамм. Перемешиваем до однородности. В получившееся жидкое тесто добавляем тертый сыр и нарезанный укроп. Все перемешиваем. На разогретую сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла выливаем приготовленное тесто и равномерно распределяем его по всей сковороде. Диаметр моей сковороды 24 сантиметра. Сковороду накрываем крышкой и готовим примерно 10 минут на самом маленьком огне. Прошло 10 минут, снимаем крышку и аккуратно переворачиваем хачапури на другую сторону. Еще больше разных рецептов с сыром смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Опять сковороду накрываем крышкой и готовим еще примерно 10 минут. Ленивое хачапури получилось очень вкусным и ароматным. Его можно есть как в теплом, так и в холодном виде. А приготовить его по такому легкому рецепту сможет каждый. на обед приготовим суп с грибами и фаршем. Такой суп получается ароматным и вкусным, а готовится он очень просто. 400 грамм фарша кладем на сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем фарш примерно 3-4 минуты. 300 грамм очищенного картофеля нарезаем небольшими кубиками. В кастрюлю объемом 4 литра кладем в подготовленный фарш. Добавляем нарезанный картофель и насыпаем пол стакана промытого риса. Все заливаем водой и ставим на плиту. После закипания с поверхности супа снимаем пену и варим суп на небольшом огне около 15 минут. Пока все варится подготовим грибы. 300 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. Если грибы большие, то можно нарезать четвертинками. Нарезанные шампиньоны кладем на горячую сковороду. Готовим на большом огне до тех пор, пока не испарится вся жидкость, а затем еще немного обжариваем. Приготовленные грибы перекладываем в кастрюлю с супом. Также у меня на канале есть и другие варианты приготовления меню на целый день. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все варим до готовности картошки и риса еще около 10 минут. Пока варится суп, приготовим овощную пассеровку. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. Один помидор нарезаем небольшими кубиками. У меня были маленькие помидоры черри, я взяла их 3 штуки. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Пассеруем до золотистости. Сюда же добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассеруем еще 2-3 минуты. К овощам добавляем нарезанный помидор. Все перемешиваем и готовим еще около 2 минут. Пока готовили пассеровку суп уже сварился. Добавляем в него подготовленную овощную пассеровку. Солим по вкусу, перчим и кладем лавровый лист. Все перемешиваем и варим еще 2-3 минуты. А тем временем мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука или любой другой зелени. Нарезанный лук кладем в суп. Накрываем крышкой и снимаем с огня. Суп с грибами и фаршем получился очень ароматным, сытным и вкусным. Готовиться он совсем несложно и с его приготовлением справится каждый. Также на обед приготовим большую ватрушку на всю семью. Такая ватрушка готовится очень быстро и получается вкусной. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца и насыпаем полстакана сахара. Все взбиваем до пышной пены. Во взбитые яйца добавляем 40 грамм растопленного сливочного масла, 1 стакан сметаны любой жирности, 1 стакан муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Тесто взбиваем миксером до однородности. Теперь приготовим творожную начинку. В миску высыпаем 500 грамм творога. К нему добавляем полстакана сахара и одну столовую ложку манки. Все перемешиваем. Сюда же разбиваем 3 яйца. Все хорошо перемешиваем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Диаметр моей формы 26 сантиметров. В подготовленную форму выливаем бисквитное тесто. В центр теста аккуратно выкладываем творожную начинку. Сверху ватрушку украшаем ягодами клюквы. Ватрушку ставим выпекаться в холодную духовку при температуре 180 градусов. Выпекаем приблизительно 1 час. Остывшую ватрушку вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой. Большая ватрушка получилась ароматная, пышная и очень вкусная. Готовиться она совсем не сложно и нравится как взрослым, так и детям. Обязательно ее приготовьте. И на ужин приготовим курицу с капустой, запеченную в рукаве. Это очень легкое в приготовлении и сытное блюдо, которое не раз может выручить хозяйку. Оно отлично подходит для ужина всей семьей. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Три куриных окорочка моем, обрезаем лишний жир и разрезаем на более мелкие порционные куски. Мясо солим по вкусу. Посыпаем примерно 1 чайной ложкой приправы карри и перчим. Все приправы распределяем по мясу руками. Мелко шинкуем 1 килограмм белокочанной капусты. Так как капуста у меня зимних сортов, то ее еще нужно немного посолить и обмять руками. С молодой капустой так делать не нужно. Одну морковь трем на крупной терке. Два сладких перца нарезаем брусочками. Если перца нет, то можно готовить и без него или добавить замороженный. Одну луковицу нарезаем четверть кольцами. В большую миску кладем нашинкованную капусту. Нарезанный перец, лук и тертую морковь. Все перемешиваем. Я овощи не солю, так как капуста уже посолена. В рукав для запекания уже завязанный с одной стороны выкладываем подготовленную овощную смесь. Сверху на овощи кладем нарезанные куски куриного мяса. Рукав для запекания завязываем с другой стороны. Все ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем примерно 50-60 минут. Готовое блюдо вынимаем из духовки, разрезаем рукав и раскладываем по тарелкам. Курица с капустой получилась очень вкусная, сытная и ароматная. Мягкое и сочное мясо отлично сочетается с тушеной капустой. Готовить такое блюдо одно удовольствие. Получается его много, после приготовления остается минимум грязной посуды. Если вам понравился такой вариант меню на целый день, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!